Сегодня у нас 11 июля, вот я подошел к дому, здесь брат наш Иосиф Устин устроил, сейчас он нам принадлежит гостей, чтобы принимать, кто приезжает. Вот это матушкин дом. Вот сегодня у нас одна сестра отъезжает со своим сыном, вот я зашел попрощаться с ней, с сестрой. О, решил с вами попрощаться. Заходи, Володя. Ой, подождите, я там без флотката. Да-да, видишь, все, попались вы. От кого? Дядя Володя спасать что-нибудь? Илья сразу закрылся, от меня убежал. Я почти уснул. Я почти уснул, но на 5 минут мы все убегаем. Заходите, у нас все за что-нибудь. Ну давай, сестра, рассказывай, как вы здесь время провели? Я в очках, ничего, что-то хорошо. Да ничего, что-то такое. Ну, провели время хорошо. Садись. Научились печь в русской печке хлеб, научились готовить на плитке, научились послушанию. А на плитке что, вы дома не готовите? Ну, нет, я имею в виду на печке. А, на печке, а, на печке. А, вы квартире, наверное, да? На огне, ну, конечно, мы в квартире на пятом этаже живем. Все понятно. Потом, что научились ходить за ягодой, собирать майских жуков. Майских жуков? Ой, колорадских. Колорадских. У нас их не было ни разу, поэтому... У вас там нет жуков? Ну, не было до этого времени. Ничего себе. А вообще были они? Вообще, ну, Сибирь, говорят, что их, как бы, что морозами их, это, выжигает зимой, поэтому не было. Ну, как-то нет у нас пока. Я здесь их первый раз увидела. Не знаю, у нас тоже тут морозные бывают, так что не знаю даже почему. Это вот Михаил Кальмаев делал, вот этот пол. Вообще здорово. Да. И полоте тоже он делал. Мы очень рады, что Игнатий Тихонович нас сюда... Определил, да. Определил, что... Ну, вообще, что... Ну, домик-то хороший, да, его только, если так зимовать, то утеплять, конечно, надо немного. Здесь, конечно, здесь вот и дышки, и печку надо замазать, потому что с него дымит. То есть мы пытались мусор сжечь там, вот с этих вот щелочек, вот эти вот щелочки, видишь, отсюда везде. А, домик-то, да? Подвинули. Ага. Ну, пытались там маленько так согреться. Замазано, конечно, она не промазана еще. Ну, да, он, видимо, только сделал ее. Ну, а так хорошо. Спасибо Игнатию Тихоновичу за все. Что-то мы его сегодня и не повидали. Не знаю, а он там занят, была работа, надо было ему сказать, подойти надо было. Ну, давай, Илья, рассказывай, ты чему тут научился? Да, ну, да, почему? Ты уже рассказывал, Игнатию, на все, да? Пилить. Ну, еще что-то там. Что-то еще-то там. Да, брат? Ну, да, папушка звонила, спрашивала, ты случайно не переносил, а не переносил? Нет, 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 не переносил еще. Ладно, тогда я сам ее собираю на туалет, спасибо. Она там за туалетом они лежат, у Надежи Василии, ага. Ну, давай, брат, с Богом. Никита, там дело закончить надо одно. Рассказывай, ты чему научился? Научился пилить, научился хорошо собирать ягоду, научился полоть, научился окучивать, научился собирать жуков, там еще много чего. А как у тебя Евангелие, как ты вообще первый раз в руки взял, ты говоришь, здесь ты? Ну, не знаю, где-то 3-4 дня назад, но как-то прям приспичило, захотелось читать, и я начала читать. А что читал именно? Ну, вот у мамы где-то книжечка тут была маленькая. Евангелие, я убрала. Евангелие Новый Завет. Про что ты читал? Это синяя, которая обложка? Или красная? Немного другая. Красная такая обложка, наверное. Нет, другая. Ну, у дяди Володи, который дал синюю? Нет, которая у тебя... А, у меня такая же синяя, только она мне побольше. А, побольше формата. Ну-ну-ну-ну. Ну, там тоже самое, там тоже псалтрель, да? Да-да-да. Новый Завет. Да, это тоже самое. Из прочитанного, что ты прочитал? Что тебе запомнилось? Не знаю. Ну, как не знаю, ты же все равно что-то читал уже. Ивангелие от Матфея, ты же сначала начал читать? Ну, да. Вот. Там в начале шло перечисление имен. Ты хоть понял, что это такое? Да. Что это? Сложно, конечно. Ну, это ученики самого Иисуса председателя. Нет. А, в начале? Это родословие. Родословие, да. Ну, сложно это было. Да. Ну, это понятно. Для начала, да. То есть, в евреях принято родословное. То есть, отец такого-то, у них говорится, отец родил такого-то сына. То есть, не по-матерински, а по-отцовски у них говорится. Хотя, рожает, конечно, мама. Ну, самое, что тебе, как говорится, на путь себе какой можно дать? Я тебе уже немножко говорил. Обрести веру в Бога, это хорошо, конечно, в Бога, да? Как создателя. Что Господь, ты говоришь, веру тебе дал. Вот. Сейчас тебе главное, это как Господь говорит, родиться свыше. Рожденный от Бога не грешит, написано. То есть, у Бога выпросить, самое главное, это еще молитва и чтение Слова Божия. Ты должен молиться и выпросить у Бога веру евангельскую. Так и называется, вера евангельская. То есть, Господи, дай мне веру по Евангелию. И тогда у тебя совершенно другая жизнь начнется. Тебе придется осознание, во-первых, ты вспомнив все, что ты где-то делал не так перед Богом. Короче, может где-то что-то тайное делал, родители не знают, мы взрослые не знаем. Это уж на твоей совести, кажется, все. Ты в этом принесешь покаяние. Это у всех. Независимо. Взрослый ты, маленький, когда сознание приходит к тебе, греховность перед Богом, ты встанешь на колени и попросишь прощения у Бога. То есть, я тебе говорю просто, как это поступать надо перед Богом. Хотя, Господь тебе подскажет, в принципе, если дойдет до тебя. Потому что Господь говорит, все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, я отвори дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. То есть, Господь в сердце каждого человека стучится. А в твоей воле отозваться на этот звук, как говорится, как Господь тебя призывает. Или ты закроешься, да, или принять или не принять. Это от тебя уже зависит. Как говорится у Сираха, что перед тобой жизнь и смерть. И чего пожелает, то и дастся тебе. Вот. И второе, что у тебя еще поменять. У тебя сразу поменяются друзья. Если ты друзья оставишься такие же, которые сейчас до этого у тебя были, у тебя вера, она просто в никуда уйдет. Они у тебя же не верующие, как я понимаю, да? Да. Ну, там, друзья есть, которые верят в Бога, да, а есть, которые не верят. Вот, которые верят, они там ничего не считают просто так, что оно есть и все. Да, да. Вот я о чем и хотел сказать, что, то есть, настоящих верующих у тебя навряд ли будет друзей. То есть, они в основном это, вот я встречал верующих детей, это только у сектантов, к сожалению. Почему? Потому что там звучит Слово Божие. Постоянно Слово Божие. И у них как-то Господь касается где-то детей. У них тоже, правда, много в мир уходит из этих детей. Вот, а в православии это единичный случай, я тебе сразу скажу. То есть, чтобы встретить тебе настоящего друга православного верующего во Христа, это, может, я не знаю, одна из несколько тысяч по-настоящему верующих. Не просто говорят, что в храм пришел, помолился. А на самом деле, вот сколько я встречал православных детей, они, я не знаю, молятся или не молятся, в общем дело. Потому что они безобразно себя так ведут в храмах всегда. То есть, суетятся, разговаривают там и так далее. То есть, это, ну, то есть, от воспитания, конечно, зависит. То есть, вот так вот, если почаще приезжать к нам в гости, может, Господь и даст веру. То есть, мы к этому всегда направляемся. То есть, наша задача указать на Христа. А там уж ты примешь, не примешь, это от тебя зависит. Мы-то тоже уже в возрослом возрасте, вот я пришел в возрослом возрасте. Сестры, наверное, тоже все, да, в возрослом возрасте пришли к Богу вообще понять. Так и то это постепенно Слово Божие открывается, осознание приходит, что-то где-то, ты не так делал или, наоборот, делал так, как Господь велел. Ну, я уже говорю, в субботу, говорю, в воскресенье пойдем в церковь, говорит, да, пойдем. Так что, потому что он первый раз только здесь пошел в церковь. Там мы не ходили. То есть, я как бы одна сама. Ну, схожу в церковь, посмотрю во вторую, как бы еще не прибилась. Вот захотелось сюда прийти, посмотреть, как вот верующие люди живут здесь, как молятся вместе. Вообще очень хорошие люди, мне очень понравились. сестры, братья, все дружно, друг другу помогают, отзывчивость. И ребятишки, главное, что разных возрастов вот между собой как-то язык находят. Потому что в миру в основном старшие со старшими, младшие с младшими. Здесь приходится со всеми дружить, общаться. То есть, это интересно. Ну, у них тоже, конечно, свои там встречки, я сколько раз замечу, да. Ну, конечно, но все равно как-то опыт такой, что друг с другом интересно. Хорошо, что приехали, слава Богу. Да, слава Богу. Приезжайте еще потом, даст Бог. Соберитесь, духом. Да, мы сейчас приедем, фотоотчет покажем, бабушки уже ждут нас. Будем показывать фотографии, смотреть. А в интернете они ролики не смотрят? А у них нет компьютера. Нет, да. Компьютер муж-то смотрит, а бабушки вот придут, может, что я им покажу. Ну, конечно, покажите. Им интересно будет. Вот именно как они... Ну, и тоже фотографии мы подключаем на большой экран и смотрим все. где его скачать? Ну, это надо будет сделать, конечно, приехать. Там программа просто устанавливается, она бесплатна. Я не помню сейчас. Не, ну, ролики-то мы смотрим ваши. Которые там с видеоканала можно скачивать, с YouTube именно. А, ну, да. Там ее устанавливаешь на свой компьютер, и потом только один клик, и у тебя сразу скачивается на компьютер. И все, смотришь потом. Ну, вот сегодня муж смотрел, как за клубникой мы бегали. Ага. По полям. Он сказал, я видел, как выходили. Так что... Интересно. Насыщенная жизнь. Скучать некогда было. Да, это точно. С утра до вечера. С утра до вечера. Первое вообще время, что, три минуты и все. И спали. Быстро солнце шло. Это сейчас что-то уже... Ну, это у нас тоже направленность такая, чтобы ты тоже вот так сбоку на бок не переваливался, как это в слое Божьем, говорит, что как дверь на кручах ворочат, так ленивец на постели своей. Такой смысл есть. Слово Божье. То есть сравнение с дверью, которая на петле вот так болтается. Да. Та же ленивец на постели. Ну, тут точно дурь промаялась весь день. А что еще? Куда? Энергии-то много. Девать некуда. А тут наработался, скорее бы до постели, до спать. Нужно завтра утром опять вставать. Точно. Так и было. Кому кастрюли мыть, кому кастрюли. Дрова пилить. Ну вот. Ясно. Вот так, Господь. А вообще, я вот вспомню, первые разы приезжал сюда, когда еще сам на Урале жил первые два года, и обратно едешь, такая радость на душе всегда, как на крыльях летишь. То есть здесь как-то все иногда тяжело кажется порой, да, что там, ну, так говорится, обличение там, что-то еще. А потом едешь, такая радость на душе всегда. То есть, ну, Господь это дает, как бы, покрывает все благодатью своей. Ну, слава Богу. Ну, ладно. Будем прощаться. Оставайтесь с Богом. Спаси Христос вас тоже за помощь. Я очень рад, что много сестер в этом году. Потому что наш бедный огородчик, он всегда зарастает. Потому что мы всегда какую-то другую работу делаем с Игнатьевичем. У нас огородчик страдает от этого. Что дети, кого нет? Им дают волю, они там все повыдергивают. И морковку, и все. Про полку. Про полку, ну, сделать. Да, ну, Наташенька, я, во-первых, очень рада и счастлива, что мы встретились здесь, познакомились. Что мы вместе познаем Слово Божие. Вместе учимся от такого великого Учителя. Я не боюсь этого слова сказать. Действительно, он велик пред Бога. Потому что это чувствуется в его словах, в его делах, в его поучениях. Значит, Игнатий Тихонович он как отец. Да. Не только духовный, но и как бы родной. Родной. Потому что мы все здесь познаем Слово Божие. Все учимся. Приехали сюда не только детей своих учить, но и сами приехали учиться смирению и послушанию. Дай Бог мы в том году опять встретимся. Я тебе желаю спасение души, это главное в жизни. Больше ничего не надо. Все остальное Господь приложит. А малышу желаю послушание мамы. Ой, а не малыш. Желаю. Чтобы ты всегда слушал маму. Чтобы ты не опечаливал ее. Чтобы во всем был помощником маме. Чтобы не огрызался. Сейчас детки такие, что они зубки хотят маме показать. Поэтому лучше конечно, чтобы ты маму любил, уважал. Если ты маму не будешь любить и уважать, значит ты и Бога не будешь любить и уважать. Надо любить родных и близких и врагов своих. Надо учиться любить. Поэтому я тебе желаю тоже спасения души. Познать Слово Божие. Познать истину. Познать самого Бога Живаго. Молиться Богу. И научаться. Заходи брат, заходи. И научаться истине. Мы прощаемся. Мы с Натальей прощаемся. С Ильей. Я прощался тоже с Ильей. Желаю в дороге ангела и хранителя вам. Чтобы своими крылами он оберегал вас. Защищал. А Матерь Божия покрыла вас своим покровом до самого дома. Как позвоните, чтобы вы доехали хорошо. Мы будем счастливы, что с вами все хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Всех. Втвою всю вашу семью. Чтобы привела к Богу. Будем стараться. Спасибо, Христос. Ну, сестра. Не, я не могу. Мария. А что не умеет? Она мне уже сказала. Все учат с ним поговорить так. Ну, понятно. Вон брат Никита пришел тоже, может быть, скажет что-нибудь. Назидательное. Назидательное что-нибудь. Ну, что. Желаю дальше вам в вере развиваться православной, познавать что-то новое. Приходить из веры и веры, видоизменяться, стремиться к совершенству. Ну, и я тоже желаю Хреста познать в полной мере, как говорится. Все у вас будет хорошо, мне кажется. Даст Бог. Будем молиться друг за друга. Все. Господь устроит все. Спасибо. Слава Христу. Ну, да, Господь интересное делает. С разных сторон собирает всех и вместе здесь объединяемся. Как и Нахин в случае рассказывал, что в Москве где-то всех собрали на беседу. Оказалось, что они живут тоже в Москве многие и тут вот в этом месте именно встретились. Хотя живут в одной Москве. То есть, Господь собрал их, познакомились. Ну, ладно, Наташенька, ты ради Бога, ради Христа. Прости, если где-то обидели тебя словом, делом или, может быть, помышлением. Зла не держи ни на кого. Я не держу ни на кого. Учимся в смирении всем. С Богом вам. А ты, Наталья, кто придумал такой столик вам интересный? А это здесь был? Нет, я не придумала. Такой был что? Столик, да, и полежка. Полежка замечательная. Больше ничего не надо. Это один раз я там еще на Урале жил. У меня был такой маленький домик. Ну и Володя Пищиков, там один брат приехал, а у него семья тоже. Дети там, жена, мама с мамой живет. Он зашел, у меня стоит стол, там стул и кровать. Он говорит, Володя, по-хорошему я тебе завидую. Говорит, тебе ничего не надо. А у меня, говорит, там вытяжку надо на кухне. Там пятое-десятое, говорит, все. Ну да, женщина. Да, то есть семья. В Библии так, в Ветхом Завете написано, что начало стяжания жена. То есть человек женится, замуж уходит и все начинается. Это надо, это пятое-десятое. Ну вот так вот. Потому что ничего не сделаешь, семья. Ну ладно, все, заставайте с Богом. Ну все, с Богом, заставайте с Богом. Спасибо. До свидания. До свидания. С Богом. До свидания. Можете еще пообщаться, если хотите. Да нет, мы пойдем уже все, пусть они завтра уже рано встанут. А? У меня случай в Бардуле был. Не знаю. И какой у тебя случай был? Ну, как там бабушка? Татьяна Кузьминична. Мы за дом Татьяны Кузьминичны были. Ну. Вот. Мы когда приехали к ней, вот не знаю, за сколько там, ну за пять, за шесть часов. Вроде до сна, да. Да. Когда мы с мамой хотели идти на площадку погулять. Ну, там есть турники, там все такое. Ну это у меня. Я там повисела, все такое. Вот. И когда я завязывала кроссовки, у меня как будто над головой кто-то вот так вот крыльями помахал. Да. Звук такой был. Да, это он мне говорил. Ага. Говорит, как будто ангел пролетел надо мной. Вот так оглянулся. Нет никого. Это у нее дома же, да, по-моему? В квартире, в коридоре он там. Татьяне Кузьминичный говорил. Говорит, как будто кто-то над крыльями махал надо мной. Интересно, да. Ну все, Наташенька, зубы. Закрывайтесь, отвечайте. А все. Так. Ну все. О, дождик идет. Слава Богу. Олег.